Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Мы в игре The After, и в сегодняшнем видео я хотел бы попробовать посетить одну из локаций, опасных локаций. Во-первых, также расстроить свою базу, и давненько, в принципе, я не заглядывал вообще в эту игру. У нас много здесь чего изменилось, если честно, не особо много играл я, и осталось все на том же уровне, который оставался в прошлом видосе. Выложим все, кроме вот этих вот семян. Я думаю, что в простые красные локации возьмем с собой топор, может быть, привезем чего хорошего. Вооружиться решил я по максимуму, и для этого буду использовать максимальное количество оружия, которое у нас есть. Так, чтобы узнать больше, вот такая вот урон 25 у нее, и есть также у нас труба, которая, как вы видите, 16, а у этой 25. 16 урончика, достаточно прикольно. И давайте посмотрим, что у нас есть еще в этом ящике. Я думаю, что с битой мы там выживем со всей силы. Бегает, конечно, он крайне круто, наш персонаж, и мы подошли не зря к этой девушке, потому что она на 3 семечки в умении вот такие вот возьми и возьми положить в рюкзак. Это будет в качестве хила. Я думаю, что на красной локации очень опасно, но давайте попробуем хоть немножечко там выжить. Потому что красные опасные локации. Вы знаете, что в Лаздее, что в других играх, конечно, в себя. Так, нам смотровая вышка номер 1, то есть уровень 1, и получается, что единственное, куда она спускает, это в оранжевый подножный, так, скал, подножие скал. Короче, она спускает только в скалы. Получается, что дальше нас не пускает в красную. Ну, ничего, я думаю, что даже такая локация может для нас сейчас быть достаточно опасной. И мы залетаем туда с ноги, чтобы посмотреть, насколько это круто. Итак, если вы хотите больше, чаще таких роликов, пожалуйста, лайкосик, не забывайте. 60 привязан и все остальное. 60 кадров есть, так, 60 стоит, да. Русский, все, как говорится, все нормально, нереально. Здесь есть какая-то, какой-то железная дорога, то ли что-то, что выглядывает. И давайте не сильно спеша заходим сюда шифером шурша. Первый зомбятушка у нас уже есть. Прям просто сразу вырубили его. Здесь кувалда нужна. Тут кувалда типа кирка. Кирка. То есть я уже зря этим взял с собой кирку. Режим Сталция не раз меня спасал, и вы это точно знаете. Кабанчик Кабанейра. 26 урона. Сколько у нас урона вообще в нашего кастетика? И как там, смотри, 19. Все-таки вот эта вот бита будет намного приятней. Кабана обыскиваем и забираем все. И я надеюсь, что вы играете в эту игру. Напишите, пожалуйста, хоть раз играли. Ксерти щенки просто толпой здесь падают. У меня уже там щенок, тут щенок. Круто, круто, круто. Я так понимаю, что... Опа. Согрел на себя какого-то пацана. Вот он, пацан. Этот буксует очень сильно. Но 25 урона быстро показывает, кто в доме хозяин. И в режиме стелса еще, смотри, вот этого должны с одного удара не... То есть тут со спины урон не так уж и про... Ох ты чего. На, досвидули. Но вы видели, насколько серьезный он урон ко мне принес. Так, что это такое? Десятый уровень вступи в клан. Создай клан. Туда-сюда. Вступи, выступи. Отступи. Не, не надо мне эти... Эти ваши, как говорится, подачки. Такую игру, ну, тут максимально пока что ничего не понятно. Пока ничего не понятно. Я донатить 100% не буду. Честно, вот так вот. Залетаем дальше. Смотрим, что за лак... Ага, Саймон. Это, наверное, самые легкие зомби. Хорош. Попробуем 27. Хорош. Это Марв. Достаточно какой-то прикольники. Блин, как вот это закрыть? Вот как его закрыть? О, закрылась. Отлично. Ох ты, нифига себе. Это тот же толстяк? Ох ты, волчара. Ох ты, нифига. Прорисовано, конечно, четко. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Это что за покемон? Вы видели, как больно ноге? Вы видели, насколько много урона нанесло мне? Использовать, использовать. Быстро отхиливаем своего персонажа. Ну и, конечно же, с ним. Пятерочку он снизит, сливает с меня урона. Ну а я, конечно, тоже не пальцем делан. Мы с вами не лыком сшиты. Мы как питбули. И, естественно, у нас все достаточно прикольно. Прорисовано здесь все очень и очень круто. Я бы сказал, что на оранжевой локации можно жить, выживать, добра наживать. Побольше бы хило. И можно, как говорится, здесь себя чувствовать нехило. Забираем. Я не знаю, эти пробирки потом где-то у кого-то можно выменивать. Вы сами понимаете. Ох, какой-то колодец, который закрытый. И, в принципе, туда попасть не как самый сильный комо мы видели здесь. Это был Марв. И, по-моему, мы уже зачистили здесь всю локу. И вот оно. О, ага. Этот дядька, по-моему, вы помните. Буксует вот так вот. Ох ты, хорош, как мы его вырубили. Красавелла, брателла. Сейчас мы посмотрим, насколько это интересно. Ого. Ну, зато медные заклепки у нас всегда пригодятся. Пока не знаю для чего, но обязательно пригодятся. Режим стелса. Остин ползун. Лежите, лежите, не вставайте. Все будет нормально. Вот такой вот контейнер или пластиковый ящик я бы с удовольствием домой бы забрал. О, это, конечно, перчатки еще лучше, чем у меня. Тут очень удобно, конечно, смотреть. Как вы видите, стрелочка вверх, значит, защита у этих перчаток побольше. Круто. Я нашел какую-то часть брони. Еще чуть-чуть, конечно, хило. И все, как минимум, интересно. Немного хило. Выглядит очень нехило. Забираем все, что здесь есть. Я так понимаю, что это что-то наподобие медное необходимо. Да, понял, принял. Все, что здесь мы нашли, в принципе, с любовью забрали. Здесь есть вот такой вот ангарчик. Вроде бы всю локацию мы очистили. Ну и прелесть игры заключается в том, что мы можем сделать себя мега-фармера. Потому что наш мега-фармер может забрать отсюда все и даже больше. Получается, что нам нужно немного... Так, топор у меня есть. Поэтому что мы должны сейчас скрафтить кирку. Чтобы, как говорится, все было у нас хорошо. Топор есть. Поэтому нам нужен камень. И сейчас произойдет магия, которую вы как бы любите. У нас автофарм. Просто сам персонаж будет добывать нужные ресурсики. Так, топор из собой брал. Прикольно, когда рубишь. Даже ветки какие-то сухие просто-напросто летят. Не забываем о том, что наша кувалда может быть вот такая вот крутая-крутая и еще круче. Короче, какие-то чертежи. Об этом пока ничего не знаю. Тут что-то такое. Чтобы принять участие в соревнованиях, вам нужно что-то там сделать. Какая-то книжечка у нас, локация. Вот это. Я не знаю, как. Награда за сбор записок. Еловые рощи. Давайте потом к этому обратим внимание. Сейчас мое внимание это автоатака. И в автоатаке он сам металлолом забирает. Самое главное, что растительное волокно, древесина и руда. Меня интересует вот такое вот недостаточное место. Поэтому нам, извини. Извини. Нам нужно тебя выбросить. Я не знаю, вот это тоже выброшу. Может быть, конечно, пожалею потом. Но, тем не менее, мне нужно сейчас побольше камня. Чтобы за камнем больше, в принципе, у меня даже не заикался персонаж. То есть, чтобы у меня все было чики-бомб... Так что ж ты такое делаешь? Чтобы у меня было все чики-бомбони. У шерифа можно там выменить. Извините, подвиньтесь. У меня пока что фарм. 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 Потом начнем все другое искать. Итак, все, что у меня в инвентаре сейчас лежит, это камень и древесина. Все остальное здесь не выпадает. Либо, как вы видели, я разумножил таким образом, чтобы не было свободной ячейки. Получается, что у меня сейчас персонаж будет забирать весь камень и все, что мне нужно. Камень и древесину. Вот оно что. Как автоатаку. Каждый раз, когда заходишь в инвентарь, как вы видите, что пропадает желание у него что-то фармить. Автоатака сама выключается. Опыт добавляется. И пятый уровень у нас новичок, в принципе, раскачивается, как здоровенный мужичара. Итак, вот оно что. В принципе, он сам знает, куда идти. Нам искать ничего не надо. И как только он скажет, что новый уровень, кстати, у нас. Что это такое? Там мы можем метательный нож. Интересно уже испытать, испытывать метательный нож, водосборник. Кожи мне и все остальное. Выживаем, добра наживаем. Это все, я не хочу больше видеть это. Так, ну что, подобрались мы также к древесине. Топор, конечно, ручка метра два. Просто жесть, как она есть. В принципе, как вы видите, опыт растет. О-е-е, это что такое? Это что за покемон? Ну, полчасика я могу подождать. О-о-о, что-то подземельное нашел. Подземный клад. Какая-то. Нажми, чтобы узнать больше. Можно найти на. Использовать для крафта. Кулачок карты сокровища. Щель собери части карты. И получишь, как говорится, что-то. Это забираем. А это, ну, блин, наверное, забираем тоже. А что делать? Кулачок карты. Может быть, и потом когда-то это все нам понадобится. Так, как вы видите, что фарм у меня происходит достаточно замечательно. О-па-опа-опа. А это что тут такое? Как я сюда не попал? Ребятушки, ребята. А что тут такое? Как это? Что это за дом какой-то? Как я в него не попал? Тоже вот этот мужичара. Он вообще прикольный. Но, если честно, сражаться с ним как-то странновато. Смотрите, груша для битья. Круто. Боксерская груша. Изоленточка. Ну, компотик. Используем. Все остальное, в принципе, изолен. Я понимаю, что это не сегодня, так завтра мне понадобится. Но автоатака и, я же говорю, я пришел за особенным ресурсом. Мне этого понадобится побольше. Поэтому, если ты будешь каждый раз обращать на вот эти вещи, то никогда у тебя не появится нужное количество древесины. Хотя, с другой стороны, хотелось бы ящик побольше. Вернее, рюкзачок побольше. Все так же, как и в СДЕ. У нас все достаточно интересно. Вы фармируете. Рюкзак полон. Это означает, что ни древесинки, ни камня больше здесь нет. Поэтому мы можем так же автоматически где-то месторождение. Либо тыкву. То есть, для того, чтобы сажать нашу тыквочку. Вот это вот. Семена, кстати, просто ушли. Либо тыквочку. Блин, она сюда не будет собираться. Поэтому вот так вот сделаем. Потому что тут и семяшки будут прилетать. Вот, семяшечки прилетели. Тут и семечки будут, и тыквочки. Либо, конечно, вот та новая руда, которая на более опасную. Оранжевая локация даже не заметим. Ваш рюкзак полон. Значит, тыкв здесь больше нету. Беда. Ну, одну семяшку мы можем удалить, выбросить. И давайте все-таки попробуем, что это за руда. И не нужно ли для нее железный какой-то кир. Это что такое? Это глина. Личем, ну, сойдет для поделок. Пойдет. Я думаю, что глина нам в ближайшем будущем тоже сойдет. Собираем все глину. Ну, я думаю, что наш персонаж, как только напишет, что ваш инвентарь полон, и значит, это будет означать только одно, что у нас уже на локации нет именно нужных нам ресурсиков. Так, держи, получай, забирай. Интересно. Да, некоторые лайфхаки с разных игр подходят для друг друга. То есть, один лайфхак может работать в нескольких играх подряд. Вот такой автоматический сбор я использую до сих пор в Last Day. Если тебе нужно какой-то один оптимальный ресурс. Я выхожу на глобальную карту, занесу все ресурсы домой. Но я думаю, что будет интереснее увидеть, что будет дальше. Развитие в этой игре требует времени и самое главное времени. А что у нас самое важное? Это время. Интересно. Ребят, спасибо за то, что вы заходите на подобные видосики. Ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно будем выживать дальше. А вы можете посоветовать прямо сейчас что-то интересное. Что бы именно вы хотели бы увидеть на канале. Ну и какую игру вы посоветовали бы поиграть. Это будет очень интересно. О, очень интересно. Именно поиграть в те игры, которые бы советовали именно вы. Я думаю, что многие, знатоки, и найдутся, которые, как минимум, играли даже в Day After или в игры получше. Всем удачи, пока. Увидимся в следующих видео, ребят.